Братья и сестры, мы сегодняшний день стоим зря на распятие Христова, с которого Господь простирает руки, желая обнять не только здесь нас всех стоящих в храме, как чад своих любимых, но желая обнять весь мир, потому что Он за весь мир распялся и за каждого человека в отдельности. И дай Боже нам, братья и сестры, в эти дни Великого Поста, пройдя уже половину Поста, не расслабляться, потому что особо вражия брань бывает уже при конце подвига. Врагу интересно человека сломить или втолкнуть в какую-то грязь, или в какое-то нарушение заповеди Божьей уже при конце его духовного подвига или подвига постнического. Поэтому крест лежит, братья и сестры, чтобы мы силою крестной отгоняли козни вражьи. Потому что бывает так, что человек содержит пост и с легкостью, и с радостью, и вот, казалось бы, уже скоро и Пасха, и вдруг на него находит какое-то помрачение. Вдруг человек впадает в те или иные прегрешения, в то или иное злословие или еще в какие-то неподобные для христианского образа жизнедействия. И как бы враг смеется над ним и говорит, ну что, провел великий пост с пользой для своей души, стяжал добродетели, и враг сначала толкая на грех. Как когда-то говорил Владыка Алипий, когда враг на грех толкает, то поворачивает бинокль на уменьшение. Кажет, ну сделай, ничего страшного, согреши. Все грешат, и ты согрешишь, ничего тут страшного нет. Но когда человек согрешает, враг поворачивает бинокль на увеличение и вводит человека в отчаяние, как бы говоря, ага, что ты натворил, нет тебе прощения, да как ты до духовника пойдешь? Да что, ты от него же выслушаешь некие назидания, а то и духовник поругает тебя, и такой ложный страх внушает, и человек в смятение приходит. Это часто бывает в конце какого-то духовного подвига. Поэтому Господь посреди поста и полагает крест свой, чтобы мы, братья и сестры, часто осеняя себя крестным ознаменем, врагу противлялись и не расслаблялись во вторую половину поста, ожидая спасительных страстей христовых и всерадостной для каждой души человеческой пасхальной радости. Субтитры создавал DimaTorzok